Силовым экстримом Анастасия Люсько занимается недавно, всего полгода. Раньше посещала тренажерный зал, но поняла, что обычное тягание спортивного железа ей не по душе. Я решила совместить несколько видов спорта. То есть там идет кардионагрузка, плюс силовая нагрузка, плюс обычная разминка и растяжка. То есть в этом спорте есть все, что надо обычному человеку. Это интересно, разнообразно и очень занимательно. Соревнования такого типа у Насти первые. Несмотря на неопытность, она знает, что этот спорт требует большей подготовки атлета, потому что участники никогда заранее не знают, какие испытания им уготованы. Тренируюсь я пять раз в неделю. То есть три тренировки круз-свита и с этим все совмещаю плавание. То есть, а по питанию ем пять раз в день маленькими порциями. Обязательно нужен белок для роста мышц, медленные углеводы для энергии. Здесь нет специальных снарядов и тренажеров. Тем не менее, спортсменам нужна и сила штангиста, и выносливость борца. Преодолеть короткую дистанцию в 10 метров со 100-килограммовым бревном между ног не так просто. А по силе и сжиганию калорий это равно часу работы в спортзале. Десять поднятий 50-килограммовых бочек с водой так забивают мышцы ног, будто вы пробежали 5 километров. А перенос 20-килограммовых канистр со смущенным центром тяжести задействует почти все мышцы человека. И это равносильно 20-минутному стоянию в планке. Все упражнения командные. Неподготовленному человеку следует приложить немало усилий для того, чтобы поднять эту гирю весом 10 килограмм 10 раз высоко над головой. Но не для спортсмена по силовому экстриму. Ребят не пугают сложности. И переносят они вот такие вот покрышки, в каждой из которых примерно 10 таких гирь. Соревнования по силовому экстриму рассматривают как зрелищное шоу. Поэтому правила в нем устанавливают организаторы. Основу в этом виде спорта составляют бывшие спортсмены-силовики. Силовая работа также обязательная часть, неотъемливое занятие кроссфитом. Потому что функциональность она не только в скорости, но и в силе, как ни крути. То есть мужик должен быть сильным, ну или девушка. И быстрым. Евгений далеко не новичок. В спорте он уже 13 лет. Из них 7 лет занимался тайским боксом, 3 года отдал смешанным единоборством. Столько же на бодибилдинг и фитнес. Все полученные знания сейчас дают ему преимущество в соревнованиях. Вся прелесть кроссфита и силового экстрима именно в том, что нет определенного центра тяжести у снарядов. Будь то гири, покрышки, бочки с водой, центр тяжести постоянно меняется, либо смещен изначально. В этом и есть вся прелесть данного спорта и экстрим. В России силовой экстрим называют богатырскими играми. Он только развивается в Калининграде, но пока у ребят есть стремление к новым вершинам, число поклонников этого вида спорта будет только расти. Виктория Лобкова, Михаил Эльбаум, служба новостей, город.